Приветствуем! Возникла необходимость в дополнительном освещении с продолжительной беспрерывной работой. От батарейки 3-х вольтового диода мы отказались сразу, потому что световой поток от него меньше даже, чем от обычной свечки. А заявление о продолжительности работы такого светильника год-два и так далее не более чем сказки. Поэтому придумали светильник на аккумуляторе 18650 напряжением 3,7 вольта. Для удешевления светильника взяли бывшие в употреблении аккумуляторы, которыми укомплектованы батареи ноутбуков, пауэрбанков, шуруповертов, электровелосипедов и так далее. При утрате ее после таких батарей, как правило, выходит из строя один или пару аккумуляторов, а остальные остаются работоспособными. Аккумуляторы достались нам бесплатно. Думаю, и у вас есть знакомая, которая занимается ремонтом электрооборудования, ноутбуков. На рынке приобрели батарейный отсек на 3 аккумулятора 18650, диодные модули с линзой и выключатель. Общая сумма покупки составила до 7 долларов. И это при том, что мы покупали на рынке, если покупать в интернете, будет гораздо дешевле. Вставляем аккумуляторы в отсек и подключаем к диодным модулям. Все работает. Конечно, можно соединить отсек с модулем на скрутках и светильник будет работать, но мы попробуем сделать его более нормально. При помощи клеевого пистолета клеим выключатель корпуса батарейного блока. Выбрали эти диодные модули из-за напряжения 12 вольт, широкого угла освещения, линзы и дешевизны. С обороты стороны двухсторонний скотч, что позволяет их крепить на любую поверхность. Наклеиваем диодный модуль на корпус батарейного отсека. Лудим плюсовой контакт отсека и припаиваем к плюсу диодов. Второй контакт диодов появится с включателем. То же самое делаем с контактом батарейного блока. Изолируем место пайки, лишний провод батарейного блока приклеиваем к его корпусу при помощи клеевого пистолета. При том, что я не электрик, такой светильник был собран минут за 10. Включаем. Посмотрим, какая освещенность помещения при выключенных внешних источниках света. Диоды светят очень ярко, при этом практически не нагреваются. Осталось выяснить время беспривной работы. Сейчас 20.05, считаем 8 часов вечера. Оставляем светильник включенным до 8 утра. Кухня 3х3 метра, на улице ночь. Никаких дополнительных источников света нет. Довольно-таки светло, видно практически все. 8 утра. Светильник еще работает, хотя я проработал 12 часов. 18 часов. Светильник работает, но заметно тусклее. То есть, общее время беспривной работы почти 24 часа. И это на аккумуляторах, которые были в употреблении и выбраны рандомно. Расчетное время беспривной работы на новых аккумуляторах средней емкостью 2600 мА составит около 48 часов.